Спасибо, коллеги, добрый день. С одной стороны, очень приятно работать на одной площадке с среднамышленниками, друзьями. А с другой стороны, очень сложно, потому что добавить выступление Александра Ивановича, надо вспомнить что-то дополнительно новое, да, или забытое старое. На самом деле, я начну с того, почему Совет Безопасности, Александр Иванович знает, но коллеги, наверное, не все знают, почему Совет Безопасности занимается этим вопросом. А два с половиной года назад, почти три года назад, было поручение президента разработать новую стратегию миграционной политики. Почему? Ну, потому что, как правильно сказал Александр Иванович, и уже многие коллеги говорят, вопрос миграционной политики – это вопрос безопасности, целостности и сохранения нашего государства, его культурной идентичности, его исторической сути. Но давайте по порядку. Первое. Чтобы было понятно, функция миграционной политики по установленным порядкам правительства является услугой. Вот мы еще не говорили о продажности. Это не функция безопасности государства. То, что сегодня оказывает МВД – это услуга. То есть заранее заложен процесс зарабатывания денег. Кто у нас участвует в легализации, официальной легализации мигрантов? В ГУПы? Да, там сидят сотрудники полиции. В ГУПы. Теперь маленькая ремарка по поводу бизнеса. Конечно, виноват бизнес. Но это не малый и средний бизнес, в основном это эллигархический бизнес. Почему заводятся мигранты? Ну, последние данные, которые я могу озвучить, которые дала налоговая, федеральная налоговая служба. Она сделала очень просто, никаких сложных исследований не проводила. Она взяла границу пересечения иностранцев, которые находились, и посмотрела по налоговому учету, кто поет налоги. Свыше 70% иностранцев пересекающихся с целью работы, а не поет налоги. Созданы специальные схемы посредников, которые так называемые агентства. У нас же работодатели теперь не являются большие строительные компании, компании, сервисы по доставке, такси. Нет. Работодатели являются посредники, из которых идет уклонение до платы налогов. На которых, правильно сказано, зарабатываются миллиарды. Вообще на рынках миграции только на одном, мы подсчитывали, примерно подсчитывали, сдать, получив покупку сертификата. Ну, где-то порядка зарабатывалась по годам, не знаю, как сейчас будет зарабатываться, но зарабатывалась по годам где-то порядка 2,5 миллиардов. Это только по тем данным, которые... Это самые приниженные цены. Теперь давайте посмотрим, кто к нам приезжает. Потому что нас же обвиняют. Вот в последнее время некоторые коллеги, даже из генеральной прокуратуры, противоречивая своему руководству, они вдруг заявили, что у нас развивается ненависть к мигрантам. Нет. Это глупость, да? Но я просто понимаю, что людей, миграционная лобби, они их заряжают, они несут чушь. Простите за мой французский. Значит, кто к нам приезжает? Исследования ФАДН. Официальные исследования ФАДН, которые были год назад. 44, там, больше 40 процентов, почти половина не признают наших законов, наши традиции. Это опросы. 26 процентов, больше четверти, готовы отстаивать с оружием в руках свои традиции на нашей территории. То есть к нам приезжает, это не страшилка, это понятно любому профессионалу, к нам приезжают люди с радикальной идеологией и, на самом деле, очень сильно прокачаны, в том числе западные спецслужбы, при участии западных спецслужб, антироссийской русофобской идеологии. Правильно, в тех странах, которые исходы, при начальном Средней Азии и Закавказье, идет борьба с радикализмом, глигиозным. Кстати, на самом деле, это к религии никакого отношения не имеет, это идеология. Так вот, вопрос в том, что на сегодняшний момент люди, которые приезжают к нам, они бегут от этого давления, их выдавливает государство. При этом, те же самые страны, они в укор ставят нам, что мы хотим навести порядок с теми, кто приезжает. А, естественно, в течение двух с половиной, ну, уже почти три года, были выработаны ряд предложений, которые сегодня должны быть реализованы. Надеюсь, вот, наверное, как Александр Иванович, я, надеюсь, в ближайшее время все-таки руководство страны примет такое решение. Я раскрою часть того, просто какие у нас основные задачи. Основная задача, конечно, поскольку мы не можем закрыть границы по многим политическим вообще причинам, ввести визовый режим, повсеместный, мы все-таки должны выйти на обоснованный, централизованный завоз мигрантов. Как сказал Александр Иванович, с конкретными местами проживания, с ответственностью работодателей, жесткой ответственностью работодателей. Кстати, такие примеры уже есть, даже в Московской области. Большие компании стали строить так называемые места компактного проживания, такие общежития, фактически закрытого типа. И никакого нарушения Конституции здесь нету, потому что иностранец подписывает соглашение, что он живет по этим правилам. Это трудовые отношения. Дальше. Мигрант должен приезжать только с одной целью. Не переселение и заселение нашей территории, а работать на конкретный срок. Получил деньги, заплатил налоги, до свидания. Как только у него, на его специальной карте, ну карту сейчас, правда, решили заменить, потому что чипов нет, просто банально. Вот, решили сделать просто, как мы будем работать, по QR-кодам. А как только считывающие устройства, они увидят, что он платит налоги в реальном времени, все. Он в нашей стране не нужен. Дальше, теперь, по поводу интеграции. По поводу, вот мы путаем адаптацию, интеграцию. Адаптируются они прекрасно. Им помогают, наверное, для этого диаспоры. У них все это отработано. Помогают определенные структуры. И они живут в своем замкнутом пространстве. И они живут в себе прекрасно в этом замкнутом пространстве, который мы называем этническим анклавом. А вот интегрироваться они не собираются. Слава Богу, наконец, мы услышали, что Министерство образования, оно приняло, наконец, решение, все-таки, все-таки, вот, три года бились все вместе. Что, наконец, теперь будут проводиться подготовительные экзамены, проверки, тесты на знание русского языка. Очень хорошее исследование произвел как раз оборнадзор по поводу знания русского языка в школах. Там, по-моему, сколько, по-моему, больше 50 процентов. А, 25 процентов не знают, да, иностранцы? Вообще не знают, они вообще не говорят. Значит, это сказывается на знании русского и вообще на качестве обучения наших детей. Сколько может быть детей в классе? Кстати, президент по этому вопросу, как и по знанию русского языка, давал поручения почти каждый день, каждый год на наших встречах только с ПЧ. Но самое главное, он 6 лет назад говорил о том, что не больше 30 процентов должно быть в школах. Это кто-то в регионах выполнял, особенно в больших регионах? Конечно, нет. Конечно, нет. Были классы, где завиды по 80 процентов, по 90, а некоторых по 100. Теперь по поводу правил поведения. Но одно из предложений, которое разработано, предложено, есть такое понятие для иностранца, который приезжает долгосрочно в Россию с целью работы, не для туриста, сразу говорю, это соглашение лояльности. Это более широкие понятия, чем просто сваление законов. То есть человек обязуется вести себя лояльно на время пребывания в России в отношении нашей страны, наших традиций, наших норм поведения. И это очень правильно, потому что многие приходят, ну, например, вы знаете, от проблемы в том же самом Котельниках и в других регионах Москвы, не только в Москве, в Санкт-Петербурге, кстати, тоже. На большие праздники, например, начали на детских площадках резать баранов. Но это, вы поймите, что это не традиция, это провокация. Это та же самая провокация, что сесть в метро и пытаться имитировать, что ты исполняешь религиозный обряд. Это ничего общего, вам богословы скажут, ничего общего религии нет, это провокация, потому что мы уже имеем дело с идеологией. То есть мы говорим, целевой обоснованный завоз, ответственность работодателей, они будут упираться, правительство будет категорически против этой нормы. Да, но другого варианта у нас нет, потому что мы захлебнемся. Год назад, 13 мая, был принят указ президента, который внес поправки в стратегию миграционной политики. Но у нас все-таки есть она. Политики нет, но стратегии есть, поэтому это хорошо. Значит, там есть в этой концепции очень правильный, очень правильный, вот как в новом указе, очень важный пункт. Это противодействие формированию незаконно, формированию книжки конклавов. За год ни одного шага в правовую сторону в этом управлении не сделано. Да, в контрольном управлении это не снято с реализации, но ни одного даже совещания по этому поводу не проводилось. А с чем будем бороться? Ну, как в том анекдоте, да, я не буду говорить, что слово есть, а слово нет, да, вот слово-то у нас есть. А юридического понятия, что такое анклав, нет. Такие меры должны по нему быть, а не отдельные меры. В Дании, например, это отдельный набор мер, включая экономические, социальные и правовые. На основании этого законодательства, антианклавного, как они называют, они выстраивают социальную политику. А теперь по поводу социальной политики. Мы все-таки наставим, будем настаивать, что все социальные выплаты должны происходить за счет работодателя или иностранного гражданина, куда приезжают. Он может купить медицинскую страховку, он должен пройти все. Мы должны полностью перейти на оплачиваемую ими социальную карту. Мы должны стимулировать в России такую тенденцию, чтобы не привозили с собой семьи. И в заключение, то, что в рамках законотворчества нас больше всего волнует, из-за права применения. Александр Ильич правильно сказал сегодня об уголовных делах, которые возбуждаются в отношении, в том числе, группы преступных сообществ по 210-й, которые занимались легализацией незаконной миграции. Уже, по-моему, в Челябинске приговор вступил в силу. Понятно. Мы имеем на бумаге мертвые души. Мы имеем конкретные фамилии. Мы имеем конкретные паспорта. Потому что она же у нас устоялась в суде. Которые называются люди, которые получили свой статус незаконно. А теперь вопрос. Сколько было обжалования незаконного получения статуса? Ноль. Ни одного незаконного статуса гражданства и других не обжаловано. Суд отдельно не выносит частное определение. Это принципиальная позиция суда, как выяснилось. Получается вопрос. А дальше как этот поток будет идти? А дальше он будет развиваться, как снежный ком. Он будет развиваться по принципу простого. Высоединение семьи. И вот тут мы незаконному мигранту, который незаконно за деньги, преступным путем приобрел наше гражданство, мы не сможем противоречить, потому что он уже легализован. Хотя правовые механизмы для этого есть. Мы знаем примеры. Их, по-моему, за прошлый год было 600. Когда лишались гражданства иностранных граждан, нашего гражданства. Но опять же проблема. Проблема в том, что мы разговаривали с МВД, которая работает, которая, на самом деле, даже иногда жалко становится. Потому что оно как на сковородке. С одной стороны, говорит, давайте оформлять, а с другой стороны, давайте отвечать. Вот это самое интересное, за услугу. Так вот, у нас есть основания для лишения гражданства по уголовным делам. И такие примеры есть. Но есть несколько примеров, два или три примера, когда решались, доказывали, что получили гражданство незаконно. Ну, в том числе и по терроризму. По громким делам, как вам принято говорить. А остальные сотни тысяч, которые каждый год. Ну, давайте мы с вами подумаем. Нам не нужно даже законодательство запускать каким-то отдельным этим. Мы просто должны запустить машину. Мы должны разбудить суды, которые спят. И заставить работать. Потому что банально, я понимаю, мне наши дорогие сотрудники МВД сказали, они говорят, Викторович, а силы у нас откуда? Это же постоянная история. У нас не хватает 60 тысяч сотрудников. Не хватает. Вольно-наемные выполняют функции офицеров. Да, не хватает. Но это общая проблема. Но у нас может страны не хватить, в конце концов, на всю эту историю. Потому что мы, по опять же официальным заключениям ФАН, которые они приводят, я не очень люблю эту организацию, но всегда на нее ссылаюсь, если на кого сослаться. Они заявили очень правильную вещь, что в России нарушен культурно-этнический баланс. А это стратегическая угроза. Поэтому в настоящий момент предложения разработаны. Они сейчас находятся фактически в стадии рассмотрения. Будет ли режим контрольного пребывания? Скорее всего, он будет. И технический, и правовой режим контрольного пребывания. Но дальше мы должны понимать вопрос. Вот мы сейчас этот канал как-то немножко, может быть, ограничим. Хотя лобби мощнейший. Но дальше будет вопрос. А что делать, что у нас есть? И вот эти истории, Александр Ильич просто не говорит, наверное, потому что не очень неудобно говорить. Но я скажу, что у нас есть проблема, которая с так называемыми подпольными клубами ММА. Это бойцы, которые готовятся в выходе, готовы выйти на улицу. С детства причем. История в Химках, когда эти драки бандиты устраивали. У нас есть подпольные молебные дома. Кстати, единственное, кто возбуждает уголовное дело по этим фактам, это следственный комитет. А прокуратура упирается в возбуждение, в возбуждение этих дел. Поэтому я думаю, что нас больше, а наша позиция здравая и, самое главное, она правильная. Поэтому я думаю, что, как Акаблина говорит, победа в любом случае будет за нами. Спасибо. Пожалуйста, Александр Иванович. Спасибо, Игорь Иванович, за откровенный разговор. Действительно, не только миграция там что-то не то делает, не строит, а возит. Они создают объекты своей культуры. Молильные дома. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами. Что касается прокуратуры, вы знаете, я уже не хотел, тут как бы прокурорских нет. Да нет, я наоборот, может, есть кто? Давайте подискутируем в открытую. Возбуждаем уголовное дело по миграционному преступлению, нам прокуратура, используя свое право, отменяет наше решение. Я избрал тактику борьбы с прокуратурой таким образом. Они отменяют, а я даю команду повторно возбудить. Иногда до трех, до четырех раз приходится. Чего вы смеетесь? Знаете, как напряженно? А страдают-то люди. Вы из прокуратуры, нет? Нет. Откуда, если нет? Я просто помню как раз. Такие случаи очень много, к сожалению, по всем регионам. Я в одном случае в Подмосковье дал поручение Следственному комитету по нашему областному начать процессуальную проверку против заместителя прокурора района. Чем же он руководствуется? Они обычно так обтекаемо пишут. Нет, не собрано достаточно оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. А тут люди из Котельников. Я спрашиваю, а где ваш прокурор? Обращались без толку. И вот последнее заявление вчера я тоже с удивлением прочитал. Один из сотрудников прокуратуры генеральной, я не знаю, кто он такой, сказал, что мы сильно все ущемляем мигрантов. Надо о них больше заботиться, а мы их обижаем. Но это просто какой-то нонсенс. Вы знаете об этом сообщении, да, уважаемый журналист? А, нет. Ну, посмотрите, пожалуйста, да не по Котельников, а вчера. Сотрудник прокуратуры где-то он сказал на каком-то мероприятии, что вот надо наоборот их всемирно защищать силами прокурорского надзора. Мы будем это делать. Это что такое? Ну, нас будут защищать ребята, которые на СВО, по-моему. Вот такое у меня чувство. Надо их дождаться. Да. Потому что очень много заявлений, когда парень на СВО, а здесь близких обижает мигрантов. Почему мы избрали тактику, я еще раз похвастаюсь. Это наш тоже тренд, так сказать, мы его открыли. Хватаем с помощью рейда. Ставим на учет и туда. Кто-то едет, я уже сказал, порядка 10 тысяч поехали, но многие и смываются. То есть вот у нас есть положение Конституции, тоже ведь не работает, и никто не избегает. МВД жалуется, что мало народу. Ну, ребята, тогда давайте жестко займите нашу позицию по ограничению завоза. Но они же этого не делают. Они же не выступают жестко. Мы, к сожалению, не обладаем законодательной инициативой. Вот. Генеральная прокуратура обладает, но не пользуется. МВД обладает, но не пользуется. Уже нет. Как уже нет? Все? Ну и слава богу. Ну и слава богу.